Придется с 27 сентября, скорее всего, в течение буквально нескольких суток после этого, будут проведены все необходимые формальности о присоединении данных областей к России. Придется защищать свою территорию без каких-либо вариантов, потому что потеря этих территорий будет являться поражением Российской Федерации, которое уже невозможно будет заувалировать. А следующим шагом у нас, опять же, после 27 сентября, просто явно напрашивающимся, будет ультиматум, который предъявит Москва Киеву. И звучать этот ультиматум будет так. Либо Киев выводит свои войска за пределы границ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожского края или области, либо Российская Федерация будет вынуждена объявить Украине войну. Просто по факту нахождения украинских войск на своей территории. Ну или либо гениальность наших руководителей колоссальна, либо вынуждена будет перевести ситуацию, опять же, в какой-то правовой режим. Например, хотя бы в режим контртеррористической операции типа на своей территории. Вот то, что логично исходит из данных референдумов. И под это же Российская Федерация уже проводит мобилизацию. В комплексе же референдумы в этих четырех областях и мобилизация дают нам неизбежно тот Рубикон, про который я говорю. Перейдя за который, мы попадаем в новую политическую реальность. В реальность необходимость либо для Украины расписываться в своем частичном поражении, что она вряд ли сделает, я остановлюсь дальше, почему. Либо Российской Федерации вступать с Украиной в законную войну, освобождать эти территории и опять же идти дальше.